Музыка Тысячу толстовок, кольцом, балаклав и шапок подготовили для отправки военнослужащим на Донбассе мастерицы пошивочного цеха Кольской АЭС. Главным вдохновителем и организатором швейной помощи стала ветеран атомной промышленности, почетный работник Кольской АЭС, а ныне специалист по связям с общественностью Татьяна Григорьевна Плаксина. Вдалеке была от нас эта информация, но случилось так, чтобы пришла весточка, что до передовой при штурме Артемовска погиб мой 27-летний племянник. Я съездила на полигон Вагнера, увидела, что и как там формируется, переговорив с ребятами, которые там служат, которые отдают свой долг нашей Родине, которые знают проблему в наших войсках и в наших частях. И посчитала, что к этой теме нужно вернуться в нашем городе. Пошивочный цех организовали непосредственно в стенах информационного центра атомной станции. Первыми его работниками стали серебряные волонтеры, которые с рвением молодых начали осваивать навыки шитья. И самое главное смотрите, чтобы не попало под нож булавочка. Иначе вы испортите ножи и на лапку всю машину испортите. На поворотах не внать. Нам предоставлена ткань, девушки из Мурманска делали крой, а мы здесь занимаемся сборкой, чтобы помочь и ускорить все сделать вовремя, в срок. Пора уже отправлять ребятам на фронт. Пока сезон еще не закончился, пока именно сейчас холодно, они в окопах, им надо морально их поддержать. И теплом, и нашей энергетикой. Я вообще раньше была медиком, но по возрасту я уже снята с учета с военного, и поэтому мне близко знакомо все. Это я и работала в воинской части, с этими солдатами была связана. Это мой долг, наверное. Теплое, комфортное такое, а шапочка просто. Хочется даже тоже себе такую сшить и носить. На лыжах бегать очень удобно в такой. Ну ты уж в комплекте бы одела, и шапку такую, и носок такой. Да, она так держит теплая, и я сейчас на носилке палачу. Сюда у нас подключились женщины не только с Кольской атомной электростанции, и пенсионеры Кольской атомной электростанции, ветераны Кольской атомной электростанции, но это также и Чернобыльская городская общественная организация, и швеи просто города, полярные зори. И очень большую помощь еще оказывает молодежь нам. Спасибо, во-первых, всем, кто поддержал нашу инициативу и кто вместе с нами участвует в этой работе. В 2001 году, выбирая между проектированием и изготовлением разгонных блоков космических аппаратов и производством оборудования для атомных станций, Андрей Николаев выбрал последнее и устроился в Центральное конструкторское бюро машиностроения. Была работа с чертежами, с железом. Здесь уникальные вещи делают. И здесь высокого уровня профессионалы работают. Очень сильно привлекло и потом затянуло. Сегодня ЦКБМ – это разработчик и изготовитель главных циркульционных насосов для реакторов ВВР как в России, так и за рубежом. Предприятие также проектирует и производит вспомогательные насосные аппараты для атомных станций и широкий спектр дистанционно управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами. В середине марта линейку продукции пополнили циолитовые фильтры для Тяньваньской АЭС и ГЦН для реактора БРЕС-300, способный перекачивать расплавленный свинец. Эта постоянная новизна мотивирует нашего героя уже два десятка лет. Мне, во-первых, это интересно, потому что мы создаем новые вещи, и каждый раз это по-новому. В рутина это не превращается, даже некогда об этом задумываться, потому что на сборке скапливаются все проблемы, которые были допущены при проектировании, технологические закупки и так далее и тому подобное. И нужно каждый вопрос разобрать и дорешать. Это все влияет на сроки. И вот этот принцип, что не ушел с работы, пока не доделал, он очень помогает. Андрей Николаев живет по принципу «взялся за дело, доведи его до конца». Это касается как производственных задач, так и личных целей. Получив хорошую техническую базу в ВУЗе, наш герой устроился в ЦКБМ мастером участка. Но желание карьерного роста заставило его не только постигать нюансы технологического процесса, но и приобретать навыки управления людьми. Нужно уметь с человеком подойти, пообщаться, потому что у одного одно настроение, у другого другое настроение. И вот эту вот часть, конечно, приходится возмещать. Ее в институтах просто так не дают. И умение заинтересовать человека, чтобы человек захотел это сделать, это тоже большое умение. И это должен делать руководитель обязательно. Собирать людей, рассказывать, для чего это делается, чтобы люди понимали и зону ответственности, и то, с чем им придется столкнуться. Будучи человеком честным, общительным, ответственным и любознательным, Андрей закономерно поднялся по карьерной лестнице. Своим примером он с подвига работников цеха добиваться производственных высот. Сотрудники подразделения нашего героя Алексей Елькин, Дмитрий Денисов и Роман Шилин в разное время выходили в финал и становились победителями конкурса «Человек года Росатома». Чемпион Шилин Роман Викторович, электрогазосварщик 6-го разряда, АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения». Обязательно нужно хорошую команду иметь, которая всегда тебя поддержит и с которой тебе приятно работать. Я люблю свой коллектив, который на протяжении 20 лет, вот мы работаем, мы уже до такой степени сработали, что это как второй дом. Мы когда начинаем что-то новое делать, это всегда завлекает и хочется довести дело до конца. И это у нас всегда получается.